Доброго времени суток. В пресс-центре Михаила Ходорковского и Платона Лебедева Дмитрий Борисович Зимин. Доброго времени суток. Не надо, наверное, представлять Дмитрия Борисовича, основателя Вампелкома, фона «Династия» и много-много еще чего. А главный человек, которого, я думаю, мы все видели около Басманова суда, который мы встречаем в зале сейчас Хамомнического суда, а я Ольга Романова. — Скажите, пожалуйста, наверное, уже пора подводить итоги года, Дмитрий Борисович. Итоги года для Вас. То, что произошло абсолютно неожиданно и не представлялась трагедия, это смерть Егора Гайдара. Может быть, у меня это еще было в особенности, поскольку Егор в 1996 году, когда первая российская компания впервые в свою историю выходила на Нью-Йорк-Стопен, чешную Нью-Йоркскую фондовую биржу, я, абсолютно его не зная, созвонился далеко не сразу, Егор уже был в отставке, и просил его войти в состав Совета директоров Вампелкома. Совет директоров Егор Гайдар, это для наших инвесторов, для биржи, это произвело очень сильное впечатление. И еще такая вот деталь. Там Совет директоров полагалось какое-то вознаграждение. Он как черт отладан от этого, он сам написал заявление, переводить там в детский дом, там что-то, только чтобы не получать. И никогда об этом не говорил, впервые отслышал об этом от вас. Да, в 1996. Он никогда об этом не говорил. В 1996 год. Но я все-таки продолжу вот эту тему, и может быть она где-то соприкоснется с всем том явлением, которое мы называем теперешней гражданской, общественной, политической жизнью, суд над Казарковским. Но как-то вот пересекаются. Это то, что Дума отказалась прочтить память Егора Гайдара с Аванем. Знаете, вот в начале я был, мне стало так стыдно за свою сторону. Так стыдно стало. Как вот, наверное, может быть, не знаю, назвал карьерные воспоминания, как мне было стыдно август 1968 года, когда были наши танки в Чехословакии, в Праге. Кстати говоря, вот такое же чувство боли, стыда я испытывал, когда танки в Чехословакии Ходорковского арестовали. И вот Дума не встала. Вот для меня как-то вот эти события, я понимаю, они разновеликие, вот для меня они как-то стали какой-то единой цепочкой, когда было очень постыдно за страну. Фонд Династии, учредил премию Просветитель за лучшую проститическую литературу. Но уж популярно, но Просветитель стал учительным. Так вот, я сразу после этого, там вот в кругу, ну там, кто занимается этой премией, Фонд Династии, сказал, слушайте, а вот на будущий год я буду выдвигать книгу Гайдара. Долгое время. Да, долгое время. Я думаю, сразу делали долгое время и гибель империи. По поводу решения Верховного суда по Тони Лебедевой, все же заговорили, что может быть правда, может быть что-то меняется, может быть это же явно совершенно какой-то сигнал из Кремля, то есть от Медведевой, может быть правда у нас перестройка, я говорю по-латыни, и истинно вам говорю, земля налетит на небесную ось. Что? Что случилось? Ну, откуда же я знаю, вот именно все говорят, Россия сторона, всяких знаков, символов, знамение какое-то пришло. Что оно означает? Да, знамение пришло. Подождем 14-15 января. Здесь очень много вопросов именно к вам, в том числе по этому поводу. Вот, например, что может послужить от Тани вопрос, что может послужить оперной точкой для благоприятного поворота в ходе процесса? Углубляющийся кризис, вопросы как в ЕГЭ с ответами, углубляющийся кризис выбора 2012 года, январский суд в Страсбурге? Я не знаю, я все-таки не политолог, но мне представляется, что ощущение того, что с Россией, с ее властью, власть, поддержащая, творится что-то не то, что за страну сейчас становится стыдно, что тот необычайно тонкий слой людей, от которых в решающей степени зависит будущее страны, у них сейчас болит душа за страну, но многие уезжают, у них же отношение к суду над Ходорковским, к суду над тем, что происходит в стране, абсолютно однозначное, я это знаю, вы это знаете, они это здорово переживают, и беда в том заключается, что многие из них, не по экономическим причинам, уезжают. Мы как-то разговаривали с Кохом по поводу фильма Андрея Смирнова, который снимал «Белорусский вокзал», например, Андрея Смирнова о восстании на Тамбовщине, «Антоновское восстание», он еще не идет, я не знаю, пойдет ли, там как раз Юрий Шевчук, который мы с вами видели несколько минут назад в интернете, снялся в роли предрука Антонова, ну, судя по всему, судя по маленьким отрывам, который я видела, фильм роскошный. Четыре года Андрей Смирнов искал деньги на этот фильм. Четыре года за ним ходил Кох, Виксельберг, Абрамович, и говорили, возьми деньги. Говорят, нет, я не буду брать у вас деньги, потому что я пойду на Тамбовщину, там есть бизнесмены, это же Тамбовщина, и они мне дадут денег, я не буду брать у олигархов, у вас я возьму от цахи, от народа я возьму. Через четыре года Кох спасел. Ну что, собрал денег с Тамбовского бизнеса? Ну-у. Ну и, соответственно, Кох, Виксельберг, Абрамович финансировали фильм Андрея Смирнова о Тамбовском восстании. Ты знаешь, почему, сказал Кох Андрею Смирнову, тебе там никто не дал денег? Потому что ты думаешь, что дадут деньги потомке Антонова. А там живут потомки тех, кто расстреливал. Ведь, кстати, Юля, вот того самого Гайдара, которого мы вспоминали, там уже прямую сказано, что победа тогда советской власти, Сталина над крестьянством, уничтожение кулачества, как класса, вот этого слоя земледельцев, это то самое последствие, которого, последствием, которое является распад Советского Союза, и в значительной мере все эти беды и унижения, которые мы испытываем сейчас, когда у страны, по сути дела, нет товарного продукта, когда она живет, только лишь, по сути дела, прозитивая на нефти, это последствия вот этих побед. А вот я не знаю, вы видели или не видели фильм, он год или два тому назад, он показывался только в высшей школе экономики, там на киноклубе, «Свобода по-русски». Этот фильм был сделан к 100-летию русского парламентаризма, Первой Думы, когда была Первая Дума? 2006 год. Ну, это значит, 2006 год. В 2006 году был сделан этот фильм, он был сделан как телевизионный фильм, у него 10 серий по 20 минут, мы его вышли, смотрели два вечера по 5 серий. Пэтэ, Шевчук там главной роли, Шевчук главной роли, он рассказывает историю парламентаризма, он начинает парламентаризм в Ирландии где-то, где было прямое, там, Новгород, ну и так далее, я только могу, никто не понимает, почему его не выпустили на телевидение?